добрый день уважаемые коллеги спасибо большое за возможность выступить ну я хотел бы поговорить о об инвестициях капитал тоже о их прогнозирование и представить собственно результаты вот впервые то есть это совсем недавно вот получены некоторые оценки в рамках такой как бы фактически апробации методики и так значит что бы я хотел сказать ну во первых то что у нас вообще говоря с прогнозированием инвестиции но достаточно все ну напряженное искал или даже так плохо вопроса не проработан и не только под нами я имею ввиду ну как бы не только российский российскую экономическую науку но и в целом в мире речь идет о чем о том что в общем то при прогнозировании инвестиций как правило речь идет либо о краткосрочных моделях где применяются в той или иной степени ну инерционные инерционное такое прогнозирование либо мы скажем так экспертно говорим о каком-то о какой-то норме накопления то есть соотношение волны капитала и добавленной стоимости в экономике в целом ну и как бы так сказать экспертно задаем какой-то уровень который нам как представляется обеспечивает но определенные темпы развития это если говорить про макроуровень со стороны микроуровня понятно что есть ну совсем микроуровневая статистика о об инвестициях на уровне инвестпроектов но там во первых как во первых это конечно микроуровень и поднять его там даже на мезо уровень достаточно сложно я вот помню были попытки где-то в конце нулевых годов я сам в них принципе участвовал минек одно время этим интересовался можно ли как-то вот сегрегировать скажем не только не данные по реализующимся проектам но и планы инвест компании какие-то можно ли оттуда извлечь информацию в принципе ну ничем таким совсем содержательно ну ну как сказать там был какой-то так сказать выход но говорить о том что это какой-то серьезный инструмент именно прогнозированием на мой взгляд не приходится и есть вот на самом деле только успешные попытки мезоуровня то есть отраслевого когда у нас отрасли ну монопродуктовые ли там малопродуктовые то там понятно да что мы можем фактически ну скажем так задавать определенные экспертные суждения о том как у нас будет меняться капитала емкость с учетом наших представлений о том как будут меняться там технологии так далее и в принципе тогда формировать какие-то траектории вот этой будущей динамики инвестиций ну с монопродуктовыми отраслями хорошо но получается что вот как раз отрасли такие ну дисперсные смысле гетероген с гетерогенной с гетерогенным выпуском они вообще оказываются фактически ну как бы полностью не охвачены то есть есть конечно такие как бы ну интуитивные представления о том что когда много инвестиций хорошо когда мало плохо но я лично вот искал и никаких оценок численных обосновывающих каких-то в рамках модели не встретил и постарался вот заполнить этот пробел следующим значит образом дело в том что в принципе относительно недавно стали легкодоступны данные достаточно с одной стороны детализированная с другой стороны такие уже протяженные во времени о изменении конкурентных позиций по странам и внук так сказать очень детализированной нуменклатуре о валовом накопления во многих странах и поэтому вот можно как мне показалось этим в принципе воспользоваться то есть сама модель достаточно простая мы рассматриваем что уровень инвестиционной активности то есть соотношение инвестиций и добавленной стоимости ну можно говорить о валовом накопления с накоплением можно об инвестициях здесь ну понятно даже что с точностью там до показателя это так примерно одно и то же фактически этот уровень инвестиций как бы определяется необходимостью во-первых удержание какой-то конкурентной позиции пока широком смысле да скажем так а во вторых изменением этой конкурентной позиции и если мы рассмотрим вот эту конкурентную позицию относительно среднего уровня это удобно просто тем одну вот первый до компонент что тогда константа который будет в рамках этой модели оцениваться она как раз будет отвечать за такой как бы нейтральный уровень накоплением инвестирования то есть но тот который обеспечивает неизменность поддержания такой как бы средний среднемировой так условия среднестрановой до конкурентной позиции отдельно как измерить конкурентную позицию ну там самый распространенный индекс это индекс баланса да то есть это значит соотношение доли экспорта данного товара в общем объеме экспорта страны по отношению к так аналогичным показателю среднем по миру но я больше использовал вот наш показатель мы в этом свое время предложили сейчас и все больше так сказать людей начинает его принципе использовать на смысле больше исследователей организации значит это фактически есть как бы коэффициент несбалансированности как бы скорректированный на интенсивность торговли этим товаром мне никогда не нравился коэффициент несбалансированности просто то есть разница между экспорт минус импорт разделить на экспорт плюс импорт от 0 от минус единицы до плюс единицы он меняется до показывает понятно некую баланс торговли но чем он плохо тем что даже микроскопические объемы там как бы экспорта или импорта они сразу могут там давать вам очень высокие значения там либо 1 либо минус 1 да хотя на самом деле может быть там эти объемы торговли ну вообще никак то есть понятно что надо от масштабировать масштабирование осуществляется вот умножением на относительную интенсивность как бы торговли этим товаром по данной стране в принципе ну теоретическое обоснование в принципе этого показателя там с критериями кумимото там и так далее она у нас working paper там размещено в принципе можно найти в интернете значит ну и да этот показатель ну он как бы планы я потом может быть еще скажу так вот и вот значит мы рассматриваем с принципе данные есть по странам уэсер с 96 по моему если не изменяет по 2018 или девятнадцатый год по странам у нас есть норма накопления у нас есть по отраслям и у нас есть соответственно мы там при посчитали вот это изменение конкретной позиции и его значит ну его уровень и вот здесь представлены срезы ну понятно что модель двухфакторная да а это как бы среза по каждому из факторов поэтому здесь не надо сразу вот по степени разброса оценивать качество модели потому что ну как бы тут их надо совмещать да то есть надо смотреть на плоскость а не на так сказать прямые поэтому внизу вот я здесь представляю вот оценки для производства транспортных средств сразу скажу это отрасли в которой наилучшие оказались оценки в рамках этой модели ну ир квадрат 075 оценки устойчивы то есть но мы там построили медианную регрессию для проверки устойчивости чтобы рабастные были оценки они оказались ну вполне себе рабастные видно да то есть и вот что это означает фактически рамках этой модели что вот например на у по производству транспортных средств некий вот такой нормальный усредненный уровень инвестирования это около 25 процентов то есть отношение ну волны накопления в добавленной стоимости значит каждый процент удержания повышенного а это кстати я пока делаю только для экспорта следующий слайд будет уже для вот этого конкурентной позиции с учетом экспорта импорт то есть это по балласе каждый процент удержания повышенного относительно как бы ну вот этого бы и вот этого балласа индекса стоит нам плюс 053 процента инвестиций а каждый процент повышения бы и за 10 лет ну потому что модель специфицирована была вот на таком периоде то есть сравнивали с два десятилетия соседних он значит нам стоит 6 и 4 процента дополнительно вот эта нормы нормы инвестирования то есть как бы радикально дороже если посмотреть на вот эту вот чистую конкурентную позицию то есть с учетом импорта то в общем получаются очень похожие оценки а именно тоже там но 23 процента это удержание нейтральной конкурентной позиции что кстати можно интерпретить ну а хотя это вообще в рамках конечно стат ошибки то есть 23 там 25 процентов примерно одно и то же вот ну и соответственно каждый процент удержания повышенного nc 157 процента почему он там почти вдвое увеличился а это нормально потому что в рамках nc у нас один процент изменения вот это показатель nc это одновременно и один процент роста экспорта и один процент уменьшения импорта поэтому в принципе здесь надо масштабировать так сказать на 2 и в общем то будет тоже примерно один на та же самая цифра которая получилась только для экспорта но для остальных отраслей сразу хочу сказать в принципе вот этот показатель nc который учитывает и экспорт и импорт одновременно при измерении конкурентных позиций он лучше зашел поэтому я покажу вот какие оценки получились и для каких отраслей, а именно, кроме упомянутых транспортных средств, машины и оборудование с примерно похожими параметрами с точки зрения удержания конкурентной позиции. И, что самое интересное, для всех остальных отраслей пока не получились статистически значимые коэффициенты изменения конкурентной позиции. Я могу отдельно потом... Вообще у нас компактное, получается, сегодня обсуждение. В принципе, мне кажется, эти результаты можно обсудить в рамках такого более расширенного бы семинара, потому что здесь очень много таких методологических интересных нюансов возникает. Отдельно могу сказать, почему, какие у меня там есть гипотезы, почему там статистически незначимо получилось изменение. Но бог с ним с изменением. По крайней мере, удержание конкурентной позиции получилось везде статистически значимым и с вполне интерпретируемыми значениями коэффициентов. И, кстати, мы видим, что наиболее капиталоемкие отрасли это как раз производство транспортных средств и машиноборудования с точки зрения удержания конкурентной позиции, что, собственно, интуитивно тоже примерно так и понятно. Для других отраслей где-то примерно вдвое, в 2-2,5 раза вот эта капиталоемкость поддержания конкурентной позиции, она ниже. И, соответственно, и нормальный уровень инвестирования, то есть соотношение инвестиций с большей стоимостью, тоже ниже. Где-то раза в полтора, как мы видим. И что интересно, объясняющая сила, конечно, модели падает. Для других отраслей я их не привожу. Там получились уже еще более низкие R-квадраты, поэтому там они уже тоже на уровне, так сказать, на грани, точнее, статистической значимости. Вот по другим не получается. Тоже на самом деле результат более-менее интуитивно понятный. Почему? Потому что для других отраслей все большее значение приобретают какие-то, видимо, другие факторы конкурентоспособности, помимо инвестирования. Но прежде всего, понятно, там природные ресурсы, компетенции, видимо, тоже в смежных отраслях, прежде всего с точки зрения обеспечения вот этими ресурсами. Может быть, еще какие-то факторы. Плюс, вот, кстати, очень жаль, что здесь я был ограничен данными по странам УЭСР. Вот, например, по Китаю, прошу прощения, но по отраслям мы не найдем нормы инвестирования. По крайней мере, быстро, да, то есть это нужно. Ну, хотя, мне кажется, для длинных периодов просто не найдем по отраслям, чтобы мы могли посчитать нормальную норму инвестирования. Так что вот пока вот как бы так. Но тем не менее, вот как мне кажется, во-первых, уже такие оценки можно использовать. И как мы их можем использовать? Вот давайте для России сейчас, вот для машин и оборудования, например, ну, для транспортных средств точнее, да, вот начнем с транспортных средств. А посмотрим, что у нас было, и что нам как бы хотелось бы получить от нашей этой отрасли. Вот если мы, это пока вот условный расчет, смотрите, в рамках этой модели можно посчитать, что если бы мы, например, к концу 20-летнего периода, вот этого, который бы рассматривался, ну, на котором, по крайней мере, оценки проводились, да, хотели бы выйти на нейтральную конкурентную позицию по производству транспортных средств, то есть примерно на баланс экспорта и импорта, то норма инвестирования должна была бы составить в течение всего этого периода, ну, около там 36%, по-моему, если не память не изменяет. А, 35. 35%. А в жизни мы имели, ну, вот два графика, просто один счет это в сопоставимых ценах, один в текущих, есть небольшое расхождение, это отдельный, кстати, вопрос к дефляторам, которые используются при расчете, ну, тоже это отдельная, как бы, история. Но смысл в чем? Что мы видим, что где-то, ну, минимум, где-то, ну, вернее, как, примерно в два раза мы, как бы, недоинвестировали, да, наше машиностроение. Вот, как бы, сейчас это вполне, вот, как бы, уже, ну, можно так сказать, обосновано в рамках, вот, ну, предлагаемого подхода, что, ну, и, кстати, это совпадает, наверное, да, с какими-то интуитивными ощущениями, что вот наше производство транспортного средства в течение вот всего этого периода, ну, почти 20-летнего, вот, каждый год нам не хватало примерно столько же инвестиций, сколько мы, так сказать, там имели. И, кстати говоря, да, и вот случай интересный 22-го года, да, вы видите, что там норма инвестирования формально подлетела там в небеса, но это почему? Там добавленная стоимость упала, как бы, знаменатель, как бы, провалился. А вот если бы добавленная стоимость не провалилась из-за кризиса, то вот если мы учтем только инвестирование, то, вообще говоря, у нас ситуация даже ухудшилась в 22-м году в этой отрасли. И вот в этом смысле, конечно, тут, как говорится, ну, возникает вопрос, как мы, как мы собираемся, да, ну, знаете, я сейчас покажу следующий слайд по машинному оборудованию. Он, в принципе, будет похожий, только в конце там будет все гораздо хуже. То есть тоже, да, и еще только смотрите, какой вопрос. Так как у нас не зашла в модель вот эта переменная, отвечающая за изменения конкурентной позиции, у нас есть только вот, как бы, уровень конкурентной позиции, поддержания, как бы, уровень конкурентной позиции, который мы можем оценить, сколько она стоит. Так вот, если вот этот уровень, который, ну, как бы, красный, да, нормативный, это, как бы, поддержание нейтральной конкурентной позиции, сколько оно, вообще, так сказать, должно стоить, поддержание конкурентной позиции. Примерно, ну, можно, наверное, говорить, на самом деле, если мы хотим выйти на эту нейтральную конкурентную позицию, уровень инвестирования должен быть выше. То есть это, как бы, оценка снизу. Так вот, если даже на уровне оценки снизу у нас должно было бы быть, чтобы у нас было где-то 23% минимум этот уровень инвестирования, а у нас он был 15%, в среднем будем так считать, что 15%. То есть тоже минимум полуторакратное, скорее даже больше, с учетом того, что это оценка снизу, а так тоже скорее двукратное недоинвестирование. Причем, что самое печальное, что к концу периода у нас идет проседание, причем в 2022 году еще более сильное проседание. И в этом контексте, конечно, все эти разговоры про, ну как это сказать, технологический суверенитет, импортозамещение и так далее, но в наиболее таких технологически продвинутых отраслях, если говорить про промышленность, по крайней мере, они, конечно, ну как это сказать, вызывают вопросы, потому что вообще говоря, вот наши провалы-то были наибольшие как раз в секторе машиностроения, и там пока ничего не меняется. Там скорее, если что-то и меняется, то скорее к худшему. И возникает вопрос, а мы, собственно, как собираемся-то обеспечивать этот технологический суверенитет и так далее. Вот прошел год, вообще говоря, я лично ожидал, что если мы как-то хоть как-то, как общество, можем отвечать на какие-то такие возникающие вызовы, то в машиностроении у нас надо было бы, ну если не в полтора раза, да, понятно, но хотя бы там процентов на 20-25 повысить объем инвестиций, он, как мы видим, снизился. В 23-м году что-то изменится, я пока не вижу признаков того, что это изменится. То есть как бы, поэтому получается так, что как, ну все как раньше, в общем, разговоры разговариваем, а, как говорится, ВОЗ и на не там, точнее даже скорее начинает катиться, точнее продолжает катиться под откос. Вот, поэтому как бы, ну и второй вопрос, да, он уже там, как говорится, частично затрагивался, что, понимаете, если мы хотим здесь действительно как бы переломить ситуацию, то вот инвестиции надо нарастить, условно говоря, здесь, ну там в два раза за три года. Это причем такой, ну такой вот, вот это минимум некий, да. И вот тут, да, возникают вопросы об эффективности тогда этих инвестиций. То есть если мы будем наращивать инвестиции, так сказать, там, ну по 30-40-50 процентов в год в этом, ну в этих секторах, да, то как бы обеспечим ли мы должный уровень эффективности? Ну скорее всего нет. А это означает, что если вообще мы все-таки, ну не хотим окончательно там попрощаться с нашим машиностроением или просто, ну как бы, мы уже практически по факту попрощались, поэтому речь скорее идет, ну о том, хотим ли мы все-таки снова с ним встретиться. Так вот мы должны, понимаете, нарастить здесь инвестиции, ну раза в три, за 3-4 года. Так даже, по-моему, задача не ставится. Вот в чем проблема. Она просто так даже не ставится. При всем, так сказать, моем уважении к Минпрому, который является нашим заказчиком. Вот. И еще, кстати, один интересный аспект по поводу инвестиций. Как известно, у нас в прошлом году, по данным Росстата, был прирост инвестиций, который составил там, по-моему, 4,6 по всего по экономике и 6,0 по крупным и средним предприятиям. Но так как мы считаем индекс предложения инвестиционной активности в экономике, анализируя объем, так сказать, до машин и оборудования произведенных и ввезенных, а также объем строительных материалов произведенных, то, вы знаете, очень интересный феномен возник в прошлом году. Смотрите, мы, в общем-то, довольно, ну, как бы, попадали. Попадали мы все годы, мы угадывали примерно плюс-минус, ну, с точностью, там, до каких-то моментов, понятно, да, инвестиции в экономике нашим индексом. А вот 22-й год наступил. И возникло очень интересное смещение, которое оценивается, ну, примерно, да, процентов, так сказать, в 7, причем это еще оценка сверху нашего индекса инвестактивности, потому что мы не стали вообще дефлировать импорт машины и оборудования. Мы его взяли как есть, просто в долларах. А понятно, что он на самом деле дорожал по разным причинам. И, в общем-то, скорее можно говорить о том, что расхождение между предложением инвестиционных товаров в экономике и тем индексом, который дает Росстат, инвестиций в 22-м году составляет, ну, там, от 7 до 10 процентов, по моей оценке. Что за этим стоит? Нет, я, кстати, ну, как, я здесь не утверждаю, что Росстат как-то прямо вот обманывает, да, потому что тут могут быть разные объяснения. Во-первых, счет дефляторов. То есть очень сложная тема со счетом дефляторов вообще в 22-м году, особенно вот по импорту машины и оборудования, да, то есть мы в принципе там ничего, ну, как бы, вот нет нормальных оценок дефляторов, это надо понимать. Вот. Во-вторых, конечно, изменение структуры тоже могло произойти. Например, я думаю, что рост доли строймонтажа, например, это тоже вполне себе такая, ну, нормальная история, которая, скорее всего, там была. В том числе, кстати говоря, там вот эти все новые территории и все такое прочее, это тоже там, как был один из факторов в этой части. Вот. Но тем не менее, вот я говорю, вещественное, так сказать, наполнение этих инвестиций в 22-м году, вот, оно, понимаете ли, было, так сказать, вот не, не, ну, то есть, как бы, инвестиции-то формально вроде как растут, но вещественное наполнение как бы падает. Вот. Это тоже, конечно, как бы интересно. Ну и, знаете, я вот ругал много, под конец что-то хорошее скажу. Вот. А вообще, что у нас с инвестициями? Вот как ни странно, вот интересная ситуация, если посмотреть, есть ли у нас где-то, где хорошо с инвестициями. На самом деле, кстати, много где хорошо. Я, вот, кстати, очень сильно про машиностроение как-то так вот, да, но, ну, в негативном ключе я высказался. Но это, кстати, просто такой вот сектор, где действительно все очень плохо и реально сильно плохо. Но есть, вообще говоря, и много достаточно хороших примеров. А именно, у нас довольно во многих секторах действительно инвестиционная активность-то росла в последние годы. Вот примеры таких как бы лидеров. Ну, тут, вернее, как. Отдельный вопрос, где эти инвестиции, ну, как это сказать, перспективны для будущего, ну, как бы важны для будущего, а где нет, это вообще интересный вопрос. Но вообще, тем не менее, смотрите, вот добыча. Спорный момент, да, потому что там... Но, тем не менее, она инвестиционно активная была у нас, все хорошо. С нефтепроводкой, кстати говоря, тоже. И просто мало кто замечает, да, но мы еще лет 10 назад ездили там на евро-2 по топливу, а сейчас ездим там на чем, евро-5 или там сколько-6 поправят, пусть меня коллеги там, ну, в зависимости, я так понимаю, от бензоколонки. То есть, как бы качество воздуха, кстати, улучшилось, но мы вот, спасибо, никто не говорит за это, потому что никто не замечает, залил бензин и поехал. Значит, химическое производство, ну, это очень так и известный, кажется, лидер последних лет многих, и там действительно импортозамещение идет нормальное, и, ну, там все эти полиэтилены, полипропилены и так далее. Ну, финансовая деятельность здесь, конечно, как сказать, ну, тем не менее, да, очень мощное наращивание инвестиций, связанное во многом с цифровизацией этого сектора, то есть, все понятно. Вообще говоря, да, вот было все достаточно плохо в здравоохранении, образовании, где-то вот во второй половине десятых годов, сейчас ситуация, ну, более-менее выправилась в том смысле, что мы все-таки, да, это сопоставимые все цены, я прошу прощения, а, ну, здесь внизу, в принципе, написано, просто не очень, может быть, видно. Это инвестиции, все в сопоставимых ценах, то есть, это как бы, здесь инфляционного фактора нет. Где еще хорошо? Ну, как сказать, связь, ну, это тоже все понятно, и КТ, и всякое такое. Строительство, там, кстати говоря, вот прямо в последние годы мощнейший скачок, ну, видимо, стимулированный ростом доходов, который, в свою очередь, стимулированный ростом, так сказать, ипотеки, там, и всем прочим. Ну, в общем, короче говоря, за счет населения, да, мы этот сектор сейчас хорошо развиваем, даже несмотря на дачную амнистию, так сказать, которая тоже участвует в этом всем буме. Дальше. Смотрите. Да, хорошо, ну, я уже заканчиваю. Рыболовство с рыбоводством, ну, ладно, хотя там, я думаю, очень много сидит просто обеление этого сектора, то есть, он просто обеляется, инвестиции выползают наружу частично. Можно отдельно прокомментировать вот эти две отрасли, почему они желтенькие, то есть, как бы, смотрите, здесь вроде бы как снижение инвестиций, но те, кто, вот, ну, специалисты по этим отраслям, наверное, не дадут соврать мне, да, что здесь, как бы, ну, просто их, как бы, сейчас много не нужно. Мы в свое время, то есть, вернее, как, там сохраняются проблемы, там, да, эффективности, там, неэффективных, там, этих, генераций, там, и так далее, и так далее, но все-таки, с точки зрения, в целом, баланса, да, у нас, как бы, нет дефицита, вот, в этой части. В розничной торговле сейчас тоже понятно, да, то есть, как бы, у нас был бум развития розничной торговли, он хорошо виден, и сейчас, как говорится, что называется, этих торговых центров, ну, может быть, даже уже немножечко перебор местами, особенно с учетом того, что сейчас, как бы, ситуация такая непростая. Поэтому, как бы, формально спад есть, но, как бы, сказать, что это, вот, как бы, плохо здесь, то, ну, как бы, нельзя. Вот, а вот наиболее спорные, проблемные, вот они, вот эти вот сектора сейчас, в которых, вот, кстати говоря, АПК, да, вот, мощнейший бум был, вот, развитие агропромышленного комплекса, понятно, что где-то примерно лет 15 назад он стартовал, но, смотрите, с тех пор объем инвестиций, в принципе, не изменился, объемы-то растут, и, в принципе, вот это вот стагнирующее, а, кстати говоря, в производстве пищевых продуктов, она, ну, такая, даже, скорее, слегка загибающаяся динамика инвестиций, на фоне того, что все-таки масштабы секторов растут, а инвестиции стагнируют. Вот это, как бы, ну, на самом деле, некая вот консервация развития происходит. Примерная ситуация такая же с деревообработкой, а вот где плохо, да, ну, и, кстати, с резиновыми пластмассовыми изделиями тоже, вот, видите, мы как-то тут тоже, ну, как... А вот где плохо, ну, в легкой промышленности, традиционной, в нашем таком депрессивном секторе, в строймате вот не очень такая определенная ситуация, потому что, смотрите, там очень резкое провал инвестиций, но, опять же, там мощности пока есть. Мы очень много ввели мощностей на пике вот этого бума конца нулевых, начала десятых, то есть сначала бум вот этих нулевых, потом вот эти стройки, там, Олимпиады и все прочее, там, в общем, много мощностей введено, более-менее все неплохо, поэтому, как бы, ну, так, неопределенная ситуация. Но, тем не менее. А, ну, а про машиностроение я уже сказал. Вот я его, естественно, на графиках не показываю, но просто в машиностроении у нас совсем все плохо с инвестициями, и надо что-то с этим делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.